Всем огромнейший привет! Сегодня хочу заснять еще одно видео, которое будет касаться вот этого инструмента. Это швейный набор, multi-tool, так называемый, фирмы Fiskars. Несколько слов о том, почему у меня появился этот швейный набор, я бы, конечно, на него даже внимания не обратила. Но благодаря Вике Бонд, Викуль, тебе привет и большое спасибо! Она обратила мое внимание на вот этот инструмент. Он продавался в магазине шелковая нить. Не знаю, сейчас еще продается или нет, там было как раз два этих инструмента. И вот я все-таки позарилась и купила один из них. Как я понимаю, это дорожный такой наборчик на все случаи жизни, который может пригодиться и вышивальщице, и швее. Что сразу бросается в глаза? Вот давайте посмотрим, из чего он состоит. В первую очередь мы здесь видим вот эту ленту. Она не очень длинная. Если посмотреть на обозначение, то эта лента с длиной 25 дюймов, а с другой стороны здесь сантиметры, 63 сантиметра. То есть, если нужно что-то небольшое отмерить, то есть и дюймы, и сантиметры. Мне очень понравилась идея линейки в дюймах, потому что многие наборы, особенно импортные, указывают размеры именно в дюймах. И не всегда представляешь себе четко, сколько же это вообще на самом деле в сантиметрах. Мы привыкли к такому измерению, и бывает сложно представить. Чтобы загнать эту ленту обратно, нужно прокрутить колесико. И лента практически полностью убирается на это колесико. Что еще есть в этом наборе? Сейчас я поподробнее покажу, что находится с одной и с другой стороны. Здесь как бы два контейнера. Левый и правый. Прежде чем открыть их, я вот покажу кончик этого контейнера. На нем есть такой резачок для ниток. Вот сейчас видно. Это лезвие, которым можно, в принципе, ниточку обрезать. И не заморачиваться, потому что в некоторые места, например, с ножницами не пускают. Так что такой резачок пригодился бы. Я пока не знаю, не пользовалась. Но я думаю, что это очень хорошая вещь как раз для путешествий, поездок и прочих таких мероприятий. Когда не хочется брать полноразмерные версии, а вот какие-то такие минимальные, очень даже неплохо выручают в этом случае. Кроме того, вот там сверху колпачка есть магнитик, которым можно, в принципе, какие-то иголочки примагнитить при желании. В данном случае здесь в комплекте есть булавочка. Вот мы ее вытряхнули оттуда. И посмотрим, что же находится внутри. Ну, во-первых, это лупа. Ну, такая достаточно небольшая лупа. Как бы показать пример. Вот она увеличивает. Но если, допустим, что-то даже на схеме посмотреть, вот тот случай, когда бэкстич перекрывает крестики, я всегда пользуюсь лупой. То есть под лупой все-таки можно разглядеть тот стежок, который находится под бэком. Вот мне кажется, в поездке, когда с собой лупу таскать не будешь, вот такая небольшая лупа тоже может пригодиться. Кстати, вот здесь вот в лупе, если вытащить этот колпачок, то здесь будет нить-вдеватель. Такой простой из проволоки нить-вдеватель. Но я люблю именно такими пользоваться. Мне не очень пользоваться, нравится железными вот этими нить-вдевателями. Но, возможно, я не пробовала хорошие варианты. Ну, вот такие я люблю. И что еще здесь находится? Здесь, вот она сейчас в блистере, в такой трубочке. Это иголка специально для продергивания нитей. Есть такая техника вышивки-продергивания. У Dimensions, например, есть такие наборы. Она здесь достаточно узенькая, небольшая. И вот она здесь идет тоже с нить-вдевателем. То есть, как здесь продеть ниточку, вот таким образом можно сделать. Он очень длинный, он проходит буквально сквозь всю вот эту конструкцию. Сейчас просто вытаскивать не буду, чтобы потом не заморачиваться, туда его не вставлять. Но это защитный колпачок. Такой, мне кажется, только для транспортировки. Еще в этом наборчике, с этой стороны, Фискарс приложил такой небольшой пинцетик. Я, честно говоря, не пользуюсь пинцетом, когда вышиваю. Возможно, предполагается, что можно воспользоваться пинцетом, если что-то распарываешь, и тяжело ухватиться за ниточку и вытащить ниточку. Но вот мне никогда не случалось пользоваться таким образом пинцетом. Но вдруг. Вот почему нет, в дороге все может пригодиться. Это что касается этой стороны. Я сейчас все обратно складываю, для того, чтобы показать следующие компоненты этого инструмента. С другой стороны, они достаточно плотно, хорошо закрываются, ничего не выпадает, и это большой плюс. Значит, крышечка, которая закрывает инструменты с этой стороны, она еще является и рукояткой, держателем для этих инструментов. Вот здесь есть специальный такой паз, в который они и вставляются. Что же сюда можно вставить из этих инструментов? Здесь всего четыре варианта. Они, соответственно, в защитной трубочке. В защитными трубочками я сейчас сниму, чтобы было видно, чтобы показать, что здесь есть. Ну, давайте по очереди. Вот так вот вставляется, и получается полномерный такой инструмент, который легко и удобно держать. Во-первых, здесь есть такая иголка для поднятия петель. Я вот этой иголкой пользовалась очень-очень давно в детстве. Мы петли на колготках поднимали вот такого типа иголкой. Вот она. Не знаю уж, как в вышивке можно воспользоваться этой иголкой, но еще я поднимала петли, которые при вязании могли распускаться. Но этот поднятия петель, возможно, он так и называется, он достаточно маленький. Я не думаю, что здесь какую-то крупную вязку можно поднять. Но вот как раз для капронных вещей подойдет. Хотя я не знаю, кто сейчас этим занимается. Сейчас обычно просто-напросто выкидывают одну пару и покупают другую пару колготок. Следующий инструмент, который здесь есть, это проталкиватель. То есть, если вы заполняете, например, что-то, какую-то игрушку наполнителем синтепоновым или холофайбером, или еще чем-то, это поможет заполнить углы. Вы проталкиваете наполнитель. Считается, что инструментом работать удобнее. Ну, в противном случае, конечно, можно воспользоваться и карандашом, или ручкой с колпачком, или каким-то таким предметом. Ну, в данном случае, есть определенный проталкиватель. Следующий это шило. Шило, которым можно что-то там проколоть. Я думаю, тоже очень полезная вещь. Если, например, я пользовалась шилом в случае, когда шила кошелечки и что-то там вставляла, мне кажется, тоже может пригодиться вполне себе. И последний, четвертый. Вы уже догадались сами. Этим инструментом, конечно, можно распороть шов, распороть крестики. Он хорошо будет перерезать ниточку. Вот такая удивительная конструкция у меня появилась. Я с трудом, я не могла найти ни на одном русскоговорящем сайте описание вот этого инструмента. Нашла только англоговорящий сайт, где действительно показывают, что сюда входит и рассказывают. Поэтому я решила сделать набор и для нас, для рукодельниц. Возможно, кто-то тоже посчитает, что ему нужна такая вещица. Хотя, мне кажется, можно обойтись, конечно, и какими-то подручными материалами. Возможно, я так считаю, поскольку еще ни разу не пользовалась ею. Но вот как только мне выпадет случай воспользоваться, я смогу с уверенностью потом вам сказать, стоит она этого или не стоит. Я надеюсь, что это каким-то образом было полезно для вас. Спасибо вам большое за просмотр. Всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения. И до новых встреч. Всем пока!